Отсудимая Женский хор исполняет судебный приговор русским народным распевом. Это пьеса «Финист Ясный Сокол», основанная на реальных историях россиянок, завербованных в ИГИЛ и отправившихся в Сирию. Спектакль был поставлен в 2021 году при поддержке Союза театральных деятелей и Министерства культуры России. По-моему, два года назад все-таки спектакль дали «Золотую маску» и номинирован спектакль был во многих номинациях, в одной получил, а сейчас спектакль практически, можно сказать, сажаем. 4 мая режиссерку Евгению Беркович и сценаристку Светлану Петричук задержали в Москве. После допросов в Следственном комитете они стали подозреваемыми по делу об оправдании терроризма. Поводом стал этот поставленный два года назад спектакль. На следующий день Замоскворецкий суд Москвы отправил Беркович и Петричук под арест на два месяца. Обе обвиняемые не признали своей вины. Если вы смотрели частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения по стражу с строком на два месяца, то есть до 4 июля 2023 года. Доносный спектакль появился еще в мае 2021 года на сайте провластного национально-освободительного движения. В январе 2023 года была проведена лингвистическая экспертиза пьесы. Как утверждают ее авторы из МГЛУ, в спектакле они якобы нашли оправдание деятельности исламского государства. Очень гуманистический спектакль и смысл был настолько прозрачен, что только у какого-то горячечного ума, лихорадочного могло возникнуть подозрение, что за этим спектаклем может скрываться, скажем, обвинение в терроризме. Театральные критики соглашаются. Мысль пьесы ровно в обратном. Опасность очаровывания радикальными идеями. Если говорить о каком-то месседже этого спектакля, который вообще довольно тонкий и он очень искусственно сделан, но если говорить о месседже, то он именно такой. То есть он ровно противоречит тому, что ему инкриминируют. Еще один автор экспертизы для следствия — Роман Силантнев. Он называет себя создателем деструктологии. Фактически Беркович и Петричук арестовали на основе лженаучной экспертизы. Адвокаты обвиняемых пока воздерживаются от развернутых комментариев. Я сказал, что, к сожалению, сделал ремарку и сделал замечание о том, что текст экспертизы не в полном объеме, поэтому рассуждать его частично, я думаю, смысла никакого нет. А все остальное, то, что я сказал поэтоэкспертному исследованию, оно было озвучено в судебном заседании. На мой взгляд, оно слишком общее. Уголовное дело в отношении Беркович и Петричук фактически стало первым делом в современной России, возбужденным из-за содержания спектакля. В отличие от, например, процесса Кирилла Серебренникова и седьмой студии, формальным поводом для которого было обвинение в мошенничестве. Критики и режиссеры уже говорят о возможном новом большом театральном деле. Я думаю, что этот процесс придуман не как процесс только против Жени и Светы, а как часть, начало очень большого театрального дела. И сейчас я убеждаюсь в том, что более сильного театра, чем российский театр, не существовал и не существует, потому что это должен быть очень сильный театр, чтобы его так боялись. Беркович и Петричук останутся в СИЗО как минимум до июля. В суде во время оглашения меры пресечения девушки отказались как-то комментировать этот процесс. Вот вообще нет.